Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иршанский Евгений, интернет-канал Аркаим Тур. И сегодня у нас в гостях в проекте «Их нужно знать» Игорь Стародубцев с его девушкой. Интервью получилось очень интересное, очень веселое. Ну что ж, внимание на экран! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иршанский Евгений, интернет-канал Аркаим Тур. И сегодня у нас в гостях по многочисленным просьбам Игорь Стародубцев и его девушка Инна. Здравствуйте, ребята! Привет! Как дела? Нормально! Лучше всех. Я слышал, вы недавно приехали из Китая. Серьезно, кто же сказал? Догадайся в трех раз. Интернет, наверное. Ну, и Игорь тоже. Ребят, а вот как вы познакомились? Расскажите. Ну, вообще, вот, ну, о себе расскажите. Ну, об Игоре, конечно, мы знаем. В частности, вопрос к Ине относится. Догадайся, по-моему, в информатуре. Познакомились через интернет. Как не банально это звучит? Ну, сначала просто общались, а потом как-то занялось, жрём уже почти три года. Ого. Игорь это скрывал. Не афишировал. Да, теперь это модное слово. Вот, ну, а так вот, Инна, какие у вас фобии, интересы, чем занимаетесь в свободное время? Ну, как-то так. В свободное время я стараюсь посещать фитнес-центр. У нас тут рядом с домом есть центр хороший и, соответственно, он с бассейном, и я со своей дочерью с удовольствием туда хожу. Потому что после работы абсолютно некогда бывает, ну, там, домашние дела. Понятно, понятно. Ну, молодцы, что я могу сказать. Просто молодцы, ребят. А вот, вы недавно были в Китае. Вернёмся к теме путешествий. Что больше всего понравилось в Китае? Что запомнилось? Вот, при слове Китай, какие 10 тезисов у тебя ассоциируются? Расскажи. Я не к тебе вопрос адресовал, Игорь. Это вопрос глупнее, да? Или правильно? Конечно, конечно. Ну, что касается... На самом деле, у меня паразит китайская природа в плане того, что у них совсем другой клиник, да? Я всегда мечтал... Смог над питьем. Ну, как бы, это остров, это пропики, это кладбищеное лето. Но там еще какая влажность, ну, надо к ней привыкать. Тем не менее, ну, то есть, было интересно, да, вот это ощущение. Природа действительно необыкновенная. Мы... Большое, ну, как бы... Ты на Игоря, посмотри, с какой улыбкой. Слушай твои слова. Так, сиди, знаешь. Буду. Для того, чтобы было не просто пустыня, да, как это, допустим, Египет, да, чтобы, конечно же, было что-то посмотреть. Это животные, это растительный мир, да, это ландшафт, это... То есть, горы там, да, там, соответственно, все связаны, непосредственно, познавательные, да, именно с природным миром. Очень много. Боисимо, там, это лесли, это либо животные, Что касается, как он правильно замерил, нейтралитет, Китайцы очень трудолюбивый народ, и, соответственно, это тоже мне понравилось, то есть у них совсем другие обычные традиции, никогда не видишь в улице пьяного, не бомжа, соответственно, у них в крови вот эта трудопозробность. Единственное, что их много, очень много, потому что их очень много. Если вы приезжаете в Москву, вы понимаете, что здесь кишет на улице, да, то есть вот то же самое ощущение и там. У меня такое ощущение, что я приехала в Москву, ну, где я в Москву, да, соответственно, только все, естественно, там с узкими глазами, а там, если уже, ну, в Москве, соответственно, там, что я не знаю, а там, в Москве, вообще невозможно, нигде там, неважно, привозят, там, не знаю, туфет или там, я когда буду разгрозить киши, не, не так уж точно, потому что это Китай, вот периодом полтора миллиарда, а люди пищи, везде. Ясно. Что еще запомнилось? А кухня? Понравилась? Ну, скажем так, мне нет, честно скажу. Это специфическая кухня на самом деле. Кому-то нравится, да, азиатская кухня, мне нет. Ну, у них просто своеобразные приправы, да, непосредственно, которые они заправляют. И, конечно, каждому вот эти соусы, да, кому-то это нравится, кому-то это нет. Конечно, какие-то блюда, там, пекинские, да, там, известные, на которых вадят, неплохие, морепродукты, там, малюшки, это на любителя, да, потому что, конечно, для нашего желудка, ну, немножко в шоке. Вот Игорь расскажет, например, что мы пробовали, да, и чем отличается. А это впоследствии расскажет после употребления. Нет, мы просто заходили в торговый центр, да, и нам предложили там ту же пиццу, если брать, да, в пекине. И она была, ну, как сказать, из чего помнишь? Из чего? Из чего? Водоросли, да, вот вместо вот ингредиентов, привычной к нам, у них, ну, свои ингредиенты. Причем они напоминают, что такое, ой, ги, вот это такое. А что, плохой Водоросли, там цензура программы. Да, 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 да. Вот, то есть, что касается сладкого срёнова, то есть, ну, там, бутерброд, допустим, с вот такой пастой, да, и, я не знаю, скажи мне, в общем, сейчас расскажу просто прикол, который был. Заходим мы там в кафе и заказываем там, ну, всегда пытаемся заказать, потому что всё на китайском, ничего, английский не объяснишь, как бы китайский старался, русский текст, они не знают. И я у девушки спрашиваю, скажи, пожалуйста, ну, там, а там всё на картинках в основном, да, у них есть плакаты, специальные меню такие разработаны, они как фото, да, там, картиночки нарисованы. И, соответственно, я не спрашиваю, допустим, что это, да, это, что туда подходит состав. Ну, пытаюсь ей объяснить, как я ей объяснял, то есть, я показывала крылья, я показывала, там, плавы, да, я показывала лучи, там, ну, любые вопросы, что за животное. Но когда я мне показала вот это, она мне показала вот так, я думаю, это что? Ну, представляете, да, что я почувствовала в тот момент, что я буду есть? Ну, ладно, так, я, если честно, то есть, ну, ощущение было, знаешь, как будто эта печенка с чем-то вот похожая, ну, очень острое, я думаю, что реальность, я не поняла, потому что мы так и не могли понять, она мне показала, что ты узнали. Поэтому есть, конечно, несколько вещей страшноватых. У меня один мой хороший знакомый был в китайском ресторане, ну, и рассказывал, заказал он блюдо, это московский китайский ресторан «Бой дракона с тигром». Оказалось, мясо змеи и кошки. А, ладно, ну что, тут понятно. Ну, опять же, да, вы... Опять кинсорсом это всё там, да. Да, да, да. Здесь, кстати, я тоже была в китайском ресторане, и, я скажу, существенно отличается. Потому что там, это там, здесь прикольно, все равно больше к русской кухне, да, соответственно, они под нас. А там у них нет такого настроения, чтобы только под русским, да, на плане того, что там... Ну да, хорошо, у нас... У нас сколько там всех русских осталось? Триста миллионов, да. То ли китайцев полтора миллиарда. Это русский китайцы, больше никому там не было, да? Да, только русский. Давайте, рассказывайте, теперь твоя очередь. Да, а что тебе запомнилось, Игорь? Давай. Ну, я прежде поясню, конечно, что касается кухни и блюд. Все транскорпорации, вот эти, которые производят общеизвестные бренды, будь то Coca-Cola, или тут же McDonald's, или KFC, они настраиваются, как мы поняли, убедились во очередь, под национальные особенности вкусовыми каждого региона. Короче, KFC в Китае, и KFC у нас это разные KFC. Нет, вот с чем мы действительно столкнулись, то, что мы наконец увидели KFC, это мы в своем фильме тоже обозначили, чтобы мы сняли фильмы в Китае, вот, и, понадеявшись на то, что будет знакомый вкус, мы увидели в гамбургерах мясо, ореховую сладкую пасту. Не могу, до конца, ну да обид, скажем так. И так мы и вечный фильм, наконец, глаза загорелись, все, вот он, островок Куавинск. Ну, на самом деле, чего я скажу, народ, значит, ну, у них, кстати, пищ-пакеты со своими вкусовыми приправами, которые нам абсолютно не подходят. На самом деле, у нас была всего лишь неделя для того, чтобы освоить этот многочисленный мир, как говорится, другого, неопознанного. И, может быть, вполне, может быть, мы чего-то не попробовали такого, что оставило бы нам впечатление о китайской кухне, как таковое, поэтому мы не можем сейчас представлять себя знатоками китайской кухни. Ну, как говорится, что находили, да? Ну, что находили, понимаешь, найти ты можешь и то, что бегает там по улице. Ну, что ты выйдем в кафе, зашел, да, попробовал там, или зашел в магазин, да, купил, я в этом плане, естественно. Ребят, а вот мне рассказывали, извините, что я перебью, да, а мне рассказывали, что в Китае есть разные группы ресторанов, то есть, ну, там человек долгое время жил и говорил, допустим, можно купить там за 2 доллара, да, все, заходишь там вот, кушаешь за 2 доллара, за 5 долларов, там за 10, за 15, за 20. То есть, ну, для каждого, скажем так, слоя населения. Смотри, немножко пункт знакомый, потому что есть остров, это курорт, да, это все равно, чтобы приехать в Сочи, да, и приехать там, я не знаю, в обычный специальный город. И цены разнятся, естественно. Китай – это одна из дорогих, скажем так. Это дорогая страна, и, в принципе, курорт у них тоже дорогой. И по ценам там кушаются. Это все равно, чтобы приехать к нам в Сочи, да, на отдых. Я бы не согласился. Я бы не согласился. Ну, примерно так же. Цены, как и манкве в наших ресторанах, на самом деле, в Китае. Просто, что касается вот таких там замкозов, да, я тоже у меня подруга отдыхала там. Соответственно, там очень дешевле. Ну, в плане того, что, да, вот, курорт и, ну, непосредственно, сам Китай, да, города. То, конечно, да, это проще. Хайнань, на самом деле, делали для русских именно. Основной туристический поток именно из России туда. И, в принципе, город Санья, который, скажем, не столица в Хайнань, а столица Хайко, а Санья – это больше сосредоточение на русских. Вся кухня под них подстраивается и, в принципе, сам город… Да, я вижу. Вся кухня именно под них. У них не все получается. Они копируют и здания наши, в том числе, строят. Мы думаем, похоже на Сочи. Ну, и цены практически, как в Сочи. То есть, если переводить на рубли, то есть 1 юан в 10. Если переводить на рубли, например, ну, газировка стоит, да, 8 юаней – 80 рублей. Токси или Кока-Кола. Ну, где-то, ну, слушай, ну, вот я, допустим, людей в Москву, да, вожу, где-то цены такие же. Ну, взять положенность, допустим… Нет, несмотря какая газировка еще, конечно. Если какой-то там Байкальчик, да, захудалы, то, да, 80. А если взять… Нет, я про Бренды говорю. Я про Бренды. У них нет Байкала, у них Бренды. Нет, ну, я говорю про себя, да? Нет, российские продукты только есть, махва есть, и, ну, это все в редкости. В основном, китайские. Колбасу мы покупали в китайской, она сладкая, мясо мы есть нельзя. Ну, допустим, те же садийские… Ты же его где-то рассудил. Нет, ну, я, естественно, похудел это, реально, да. Да, и смахнул завтрак включенный, и там нам предлагали на завтраке, вот сам отель, какие-то типа переменей с рисовой муки, ну, что там… Там, ну, может быть, что-то сладкое. И есть, в принципе, практически ничего невозможного всего многообразия, что предлагали. Ну, любители, скажем так. Просто привыкали, да, к определенной кухне? Кому-то нравится. Ну, кузнечиков и зверь мы, конечно, не ели. Но во второй части нашего фильма и плюс-эн на «Хайфнань» мы это все, в принципе, традиционно, именно экзотическую кухню мы пытались представить. Там эскорпионы у нас шевеливающиеся на палочках. И… На палку в мире. Всякие… Валюки… Вот то, что, ну, представь, ну, там, что Игорь говорит, «Карпионы», валюки, да, на самом деле, видите, все продаются на рынках. Ну, такие… А кто это рынки, да, на уличных рынках, у них, в магазинах, естественно, и там они прямо при себе, как бы, да, вот это жарят, варят, готовят. А у них, конечно, у них на рынке можно прыжки показать, да, у них воправлен рынок облала. Зажайте мне ее, они при тебе же ее жарят и вот у всех, по-моему, сам будет. Нет, я вижу, спасибо, да, что пожарили. Ясно, ребят, а достопримечательности какие видели? Ну, там несколько экскурсий, да, там, я не знаю, там очень много экскурсий, но мы выбрали самые такие, которые были. Хорошо, спрашиваю, китайскую стену видели? Нет, ну, это же Хайнань. Ну, просто есть остров Хайнань, он… Безвизовый причем. Нет, ребят, 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 просто ж я не знаю, как вы на экскурсию, может, на материю приехали. Это Юрский Китай, находится в Востоке, в Китае. А, все понятно. Слежит к Джотону Монку. Там, это остров, понимаешь? Там все и в курсе с животными, с природой, да, там есть вот статуя непосредственно, да, соответственно, вот она символизирует вот эту богиню, да, которая охраняет этот остров от тайпунов, да, с нами. Там часто были. И они просто… Да, вот они только с не ходят и молятся туда, да, соответственно, вот такое. Там есть, допустим, край света, да, экскурсия, Игорь? Это, да, называется край света, там камни, которые символизируют для китайцев именно, где начинается сам свет, да. То есть оттуда начинается или заканчивается здесь край света. Вот они приводят на эту экскурсию. Мы их не посещали, ни в бой, ни на самом деле. Мы их не посещали, на самом деле. Только их это видно, ну, соответственно, мы все-таки выбрали, рядом с ТМ, на стороне им поверили голову. Чем он нам понравился, причем мы говорили, там, когда туда, ну, поднимаешься в эту гору, да, там с высоты пищевых полетов, да, весь остров видно? Не остров, там видно город Санья. Ну, там все равно у вас есть, да, частично. На самом деле до Халькова от Санья ехать 270 км. И наша поездка в Китай отличалась тем, что мы отказались принципиально от всех планных экскурсий, мы самостоятельно допирались до выбранных нами мест. Мы заранее все прочитали, изучили, где, что, почем. Взяли паспорта, даже когда поехали на поезде, мы знали, что на островом Абезен дорога следует на поезде, скоростном Бухрейн. Очень быстрый поезд, без 300 км в час он разгоняется. На этом скоростном поезде преодолели до деревни Белькшу расстояние и, значит, проехали на самом лунном Азии фуникуллоре, который проезжает фуникуллор. То есть расстояние… Мне это на всю жизнь хватило, когда электричество отключили. И там по фуникуллорам проезжаешь, а рыба… Сейчас вот ветку внезут… Евгений, по фуникуллорам рыбацкая деревня. Люди живут на воде. У них там своего рода город, у них своя полиция, своя скорая. У них там рыба как в грядках, короче говоря, в своих секторах. Это мы тоже в фильме отразили и показали. И, как говорится, вот, когда заехали до острова обезьян, там, соответственно, даже у него есть прямая камера, где обезьяна вырывает у одного из туристов в руку, прям, вырывает нагло и удивляет. Это тоже в фильме есть. Вот, кстати, он сейчас стоит у меня в статусе, мы его только что опубликовали вторую часть. Готовится третья часть. Молодцы, просто молодцы. И плюс-эм нахренали. Ой, рекламка. На самом деле, изначально было задумано то, что мы будем в неславных экскурсиях участвовать, потому что там, да, собирают толпу, а кто погружит и везут. А те, раз, почему своим ходом, что больше снять, да, посмотреть, чтобы люди посмотрели действительно, да. Нет, правильно, молодцы. Там те же троллейбусы, тот же, да, там, там обычных людей, которые на вокзалах так же. Про движение – отдельная тема. Там не принято, что пешеход не больше прав перед водителем. Ты, может быть, запросто, ожидая автомобиль на пешеходном переходе, когда он остановится, тебя будет пропускать, будешь быть сбитым на пешеходной дорожке с купельством. Движение везде и повсюду. Тебя автомобиль никогда не уступит дорогу. Они считают нужным, потому что у них не принято. Так и население много, одни больше, одни меньше. Какая разница? Да, да, да. Да, 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 да. А вот тоже такая любовь. А вы все пробежками, перебежками, ты боишься, что не тут так там тебя задают. Реально бегали. Вот когда шли до слявов, да, допустим, прожил, что они там или куда-то могли бы бегали через дорогу. Потому что там движение, там очень важно встать, да? На москедах кататься. Да. Третьей части будет Тропический лес. Одно из мест, в котором мы побывали на острове Обезьен. Значит, там, в Тропическом лесу, вот первая эмоция у Юны была. Ребята, мы реально тропика. Короче говоря. На видео прямо это засняли. Ну, то есть, впечатление потрясающее. То есть, понимаешь, ты попал, вроде жарко, жарко, жарко по всему острову. А тут приезжаешь, ты такая, прокладываешь, влагу обдаешь растения, понимаешь? Влагу. И ты понимаешь, ах, вот оно, что такое, тропики. И растения, вот сколько комнатных растений видел, по-моему, все их привезли оттуда. То есть, похоже. Юны всякие, там, вот это, помимо бабулков растущего, и вот эти вот растения, разной красоты, разной причудесной. Все это там есть. Интересно. Хорошо, что я сувениров привезли, ребят? Жемчуг. Что? Жемчуг. А, мне казалось, что жемчуг, думаю, что-то... Что? Вначале не понял. Ясно, ясно. Жемчуг – это хорошо. А там он дешевле, да, чем у нас? Естественно, конечно. Ну, я бы не видела. А, смотри, что касается обычного, ну, там, то, что жемчуг и жемчуг – жемчугу розни. На пляже пробовали? Да, ты там общались, там, с туристами. Но, на самом деле, если зайти в торговый центр и смотреть, там, черный жемчуг настоящий, да, там, цены, ну, я посмотрела, очень прилично. Это все равно, чтобы, я не знаю, кассеты реально вот купить, да? То есть, ты личный станок, уважаемый. Смотря что ты покупаешь, да, непонятно, какого кассета лога нет. Это все равно, ну, маленький, крупный, да, зависит от размера, естественно, цвета его. Ну, и маркет. Ну, на самом деле, те из туристов, кто ездили с нами и традиционным путем пошли, то есть, они согласились на многие экскурсии. У них в программе была первым делом экскурсия бесплатная, на несколько достопримечательностей, которые больше коммерциализированы, я бы сказал. То есть, не так помогают свои бренды и больше разводят на то, чтобы купили. То есть, можно их сразу там потратить на этот, этот день. Вот, то есть, тут купся, якобы, бесплатно. Тебя возят на фабрику змеи, фабрика жемчугая, фабрика чая. Тебя возят акульная ферма, вот, по их местам. А в каждом вот этом… Магазине, да. Магазине, да. И там все придорога, мне же ее на рынке нужно купить в этом… Ну, далеко, допустим, в этом же городе. На самом деле, ну, туристическая индустрия, она обстроена на этом. И не секрет, что китайцы ей тоже очень хорошо владеют. они могут, в том числе, не то, что торговаться с тобой, они могут обсчитать. Хитрость у них тоже есть. Вот, например, на Олимпоевую голову, когда сходили на Кубаргору, там три километра дойти до нашего отеля. Один из китайцев там нас остановил, говорит, поехали с нами на машине. Ну, поехали. Сколько? Показывает. Три. Три юраня. А я понял, что три. Езжаем, мы у нас спускаем, сгораем. Три юраня подъем. Не! Тридцатку показывает мне. Тридцать. Они бизнесмены еще легче наших. Да, да, да. И желать как-то могут. Что еще мы привезли? Мы привезли еще чай. Самое главное, что вы привезли, ребята, это эмоции. Все остальное вторично. Там есть чай, конечно, в ПУР, а в ПУР у нас денег не платило. Покажешь мне чай? Им я так понимаю, а ты хозяйством заведуешь? А не их. Показывай чай. Мы ему подарок. Мы подарок с Англией подарили, осенником, друзьям, когда приехали, да, естественно, мы брали чаи, допустим, ну, там же на развес, и, соответственно, там есть золотудные заболевания и от сердца, и там для мужчин для подвижения, да, имитета. Скромно на Игоревке. Нет, там, естественно, в комплексе, я имею в виду, что есть мужской чай, есть женский чай, да, для подвижения тонуса мужчин, допустим, и также для подвижения тонуса мужчин. Там очень разобрали. Да, раньше для подвижения, я помню себе. Все тебе сладо дают пробовать. Естественно, при тебе это готово. Ты можешь зайти в любую тайну, пить, пообщаться. Там есть везде китайцы, которые отлично говорят на русском языке. Причем, поэтому, в этом плане, что касается магазинов, пообщаться есть с кем. Да, вот тут. В плане просто. Они все расскажут тебе по-русски, причем отлично. Ясненько. Игорь, а ты же вот музыкант. Может, только мне память не изменяет. Может, какую-то песенку про Китай уже сочиняешь? Нет. Все фильмом занят. Третья часть, это слово здесь. Первая, вторая есть. Люди оценивают. Знаешь, только песня Игорь Частов, на самом деле, занимался раньше творчеством, когда мы познакомились. Пока с ним не встретятся. Вот так всегда таланты едут. Нет, на самом деле, когда мы там много, мы с ним уже были, допустим, там ездили в Питер. И у всех, почему у нас мысль пришла снять вообще кино. Потому что, ну, как-то обычно привыкли, да, фотографии, и буквально за два дня уже вынесся в Китай. Да, я говорю, давай, может, ты попробуй. Ты, говорю, творческий, у тебя как раз получится. Я буду играть, а ты будешь сынать. Ну, как бы, да, режиссер непосредственно этого фильма. Вот, и, действительно, в итоге получился удачный фильм. И я думаю, что в ближайшее время, в следующей серии, там также будут фильмы, и именно выбрали с плотками юмора, для того, чтобы это было необычно, да, не как у всех. Ясно, ребят. Ну, раз мы уже говорили о музыке, да, то я бы хотел сделать уже тогда и собственную рекламу. Дело в том, что, да, наш канал запускает совместно с интернет-магазином «Синопсис», проект по продаже таких приборов, как глюкофон. Не слышал никогда, Игорь? Это, конечно, музыкальный инструмент в виде металлического барабана, который, во-первых... А! Ну, дай тебе... Я тебе перебивал вместо глюкофона. А в чем книжка? В чем книжка? Дело в том, да, данный прибор настраивает и чистит все чакры, и активирует полностью энергетичную систему человека. Кстати говоря, только наши глюкофоны от звукового терапевта, да, мастера звука Михаила Волка. Вот, между прочим говоря. И три урока в подарок. Серьезно? Серьезно. Сейчас ты... Кроме того... Нет, я тебе честно говорю, что результаты люди достигают с помощью этого прибора. Ты себе просто не представляешь. Именно нашего, у нашего прибора есть своя особенность. А мы как-то китайские медицины все. А какие результаты есть в секрет? Заболевания многие проходят. Потому что, когда открывается чакра, получается, допустим, у человека заболевание сердца. По сути, банально, просто закрыта чакра, и энергия не идет в этот орган, и все. Это не тарелка, это барабан, там две палочки. По сути, это форма тарелки. Ставишь, включаешь, и все. Нет, не включаешь, на ней играешь. То есть, это металл. Обычно вот кусок металла такой круглый. Барабан. Так, кстати говоря, ссылка в магазин будет под данным интерьем, ребята. Ну так, мало ли, вдруг кто заинтересуется. Да, да. Ну что, продолжим? Понимаешь? Каналь, когда, помимо того всего учисленного, то, что мы здесь назвали, он, в принципе, сконцентрирован именно на лечении. Да, часто пенсионеры, допустим, наши приезжают, китайских много пенсионеров. Потому что, в свое время, у нас слали и заключенные. Слали, слали, смотрят, они что-то там не помирают, живут, развиваются, они все. Потому что, молодость духа, значит, у них сохраняется, у них долголетие приобретается. И так, да блин, а что же происходит-то? А что, будем обычных ссылать? Будем обычных ссылать. С составом воды, минерализацией, что-то связали, я не понимаю. Ну, в общем, там, в принципе, второе место, по воздуху, самый чистый воздух, как говорится, там находится. Да, в мире. В мире. Да, самый чистый воздух. Интересный. Плюс к этому всему. Ребята, вот, допустим, вот, для туристов подскажете, там, допустим, ну, мало ли, вдруг кто-то захочет поехать на лечение, то есть там можно заказать какие-то процедуры, да, прямо? Я так понял. Да, да. Какие хочешь. И лукавание, массажи разных клиентов. Даже в нашем понимании, допустим, что такое массаж, и с огнем, и с камнями, там, не знаю, с чем угодно, как говорится. И там такие массажеры, а скрыли, стирают кожу, банки ставят, банками массажи, стук делают. Они на этом прям чокутые какие-то, как на еде. Вот. И нам не дали у нас процедуры попробовать, потому что денег, конечно, не хватало, несмотря на то, что мы и на охотники дуреем. Дело даже не в деньгах, просто мы намеревались, ну, больше потратить все-таки на поднавательные, да, и курсы, ну… Да. А к старости уже поедем заставить. А к старости поедем же лечиться, да. Да. И чакры там тоже, как говорится, восстанавливают, и все это у них тоже с духовной связью-то напрямую все связано. И чили как раз… Ну, есть, конечно, подделки там, но быстро. То есть, люди говорят, что действительно, могут они подделку подсунуть. Как у нас, в общем, так вот. Все выживают, как можно. Да. Но если заранее посидеть, разобраться, почитать, обзывы посмотреть, то есть ехать нам все равно надо подготовиться. Никита говорит, готовится очень долго к поездке. Очень тщательно готов. Да я вижу, прям заметно, он до сих пор в Китае, такое ощущение. Как будто не приезжал. Он даже переформатирование вот этого мозга… Послушай, ну а честно, вот такой тебе вопрос задать. Если бы тебе предложили остаться в Китае, ты бы остался или нет? Честно. Я – нет. Обычно человек, избавленный сервисом туристическим, например, в Турции, он там будет чувствовать себя плохо. Если он едет отдыхать. Вот. Если он ездит, как, как бы, ну если он привык к походам горы, да, к трудностям, к приключениям, где ты можешь оказаться… и не могу его спросить, дорогу – вот туда. Это хмыс по желанию. Потому что поесть найти, там, не знаю, дорогу найти, связаться, языками жестом объяснить человеку, как обратить библиотеку. Это все про них. Это про тех людей, которые любят экстрим. Вот именно об этом, как говорится, и хочу сказать, что в Китае это для тех людей. А если давалому сервису, человеку там делать нечего. Если он едет отдыхать и полежать по солнышке, во-первых, он обгорит очень сильно. Это… Поэтому не дадут… Да. Ребята, мне кажется, что настоящий экстрим – это для тех, кто родился и живет в России. Все остальное – это так мелочи. Нет, знаешь, хочешь побить Россию – съездить в Китай. Люди там, рядовые люди, они не живут. Там люди не получают пенсию, я тебе скажу. Нет пенсии. Такого понятия нет – пенсии. Дети содержат родителей. Но не все дети могут выйти в люди. Они очень любят белых людей. Почему? Они считают нас обеспеченными. Они считают нас успешными. Они рядышком с нами посидеть всегда – это за длинных, за честь. Они боятся загореть. Белый цвет кожи в почете. А желтый цвет они пытаются… Они вот стесняются. Они считают, что это крестьянский цвет. Это цвет рабочих, чем за рабочих. Вот они стараются отболивать кожу. А туда они ходят все время в масках… Они купаются в одежде. И все закрыто. Все в фильме это тоже показывали. Интересно. Действительно интересно. Ребят, а вот такие вот… Ну это понятно, это самые яркие впечатления, да? То есть, допустим, вот… Ну вы же наверно там как бы сталкивались с китайскими семьями. Как там отношения к детям? Допустим, вот как почитают ли они родителей? Ну вот, знаешь… Ну вот, со стороны те, как матери, больше наблюдения. Опять Игорь обидится, что вопрос не ему. Он уже на меня с ненавистью смотрит. Готов… Пореваться, если Лена сейчас показать на примере. Ну, на самом деле, я даже больше скажу. Я вот в бассейне, когда мы находились там на территории отеля, я даже отцов видел больше с детьми, даже, чем матерей, да? Почему? Я не знаю. Может быть, у них там… Винницы так может быть, просто отдыхали. Ну, они водятся с ними, да? Соответственно, у них… Как сказать… Вот эта забота, любовь, обережение, как бы… А на самом деле, нас никто бы обычно приглашал. Вот и все. Ну… В плане… Нет, я только наблюдала, да? Да, я исходя из того, чтобы когда сидишь, соответственно, рядом очень много. Ты китайских сей была. Сыночек съешь, скопилочек. Чтобы такого там спрога не какой-то там… Или там какой-то спор, да? Или каких-то драктов он не был, конечно, не вообще. То есть, даже близко. Причем, я думаю, у них там пьянства нет такого. У них допрещено. У них, допустим, допрещены заведения ночные, да? У них есть какие-то там отдельные заведения, которые, ну, там, со своей лицензией, да, как у вас говорят? Вот. На самом деле, допустим, пляж после семьи не работает. Нельзя там уступаться. Все закрывается, да? Соответственно… Тридцать метров он был и не огорожен, а дальше не зайдут. То есть, все заведения закрываются и все идут спать. Потому что, значит, они стоят очень реально, да? Соответственно. У них нет, ну, как бы ночной жизни, такого, как мы могли. Понимаешь, у них нет и здоровенных людей. И здоровенных, значит, сервисом, не знаю, деньгами, так. То есть, они, соответственно, себя и ведут. Очень так это… Скромного. Да. Скромного, во-первых. По-вторых, они вежливые люди. Как и все люди, конечно, они без грехов, видимо. Они могут и в Арктике обсчитать. Но, в целом и в общем, впечатление о людях хорошее. Ни одного срока на то, что конфликт какой-то может возникнуть. Даже в тех ситуациях, где мы замечали, что нас обсчитывают, мы выражали возмущение, никаких проблем не было. Абсолютно расходились на хорошей волне, на позитиве. Они там все собирали деньги, говорили, извините. Нет, ну, когда на ктере… Да, проблемы нет, не вопрос. Когда на ктере мы сами себе обидно не давали. Вот, вопрос. На самом деле, если кто-то по нашему примеру захочет проехать на остров в обезьян, берет рингшуй, рекомендую брать самый паспорт. Это первое, что я прочитал в интернете и что мне очень помогло, потому что люди, которые оставляли об этом отзыв, они, не взяв с собой паспорт, вынуждены были вернуться назад. Вынуждены были вернуться назад и ехать за паспортом. Потому что билеты продают на поезд только по паспорту. Игорь, я тебе скажу так, что в чужой стране ты вообще должен паспорт носить с собой постоянно, вместо страховки. Не тот случай, хотя там режимных объектов очень много. На Хайнане везде военные базы, вообще очень много секретного. Мы однажды идем с ней, идем, о, Тропивнича, давай пройдем оттуда. Идем, идем, идем. Камень стоит. Там не написано. Нервных объектов. Ниже, ниже, на русском. Нормальный секрет, назовем, а дальше с этой проходной польщенцы. Да. Ну, ясно. Ну, что, ребят, впечатления я вижу у вас очень серьезные. Надеюсь, что фильмы выйдут тоже интересные для наших телезрителей. Ну, и давайте тогда с вами попробуем еще одну встречу в будущем назначить. Поделитесь уже своими впечатлениями после того, как выйдет все три фильма. Договорились? Хорошо. Как же будет три или больше? Сколько? Встреча идет тогда. Их будет много. У нас планы грандиозные в этом плане. Это проект «И плюс Н». И плюс Н – это проект о путешествиях. Н я уже объяснял в прошлый раз. Это не надо. И наоборот. Игорь Плёс Ивна. На ютубе можно найти где угодно поисковике. Берите «И плюс Н на хайнянь». Надеюсь, что к следующей встрече «И плюс Н» подготовят нормальный плакат. Встречание принято. А не кусочек бумажки. Ладненько, ребята. Огромное спасибо, что были с нами. Огромное спасибо, что согласились на интервью. Ну, честно, мне было приятно. Такие веселые, интересные два молодых человека. Ну, в общем, классно. Спасибо. Просто молодцы. Спасибо, ребята. Все, до скорых встреч. Про милофон я всем тоже запомнил. Глюкофон, а не милофон. Милофон был у Алисы. Все, давай. Все, давай. До скорого, пока. До свидания.